Та самая история с рухнувшим потолком нашла свое продолжение. Напомним, в нашу редакцию за помощью обратилась молодая женщина. По ее словам, с потолка в детской комнате, прямо в кроватку, в которой в это время спал ее маленький ребенок, рухнул большой пласт штукатурки толщиной в 3 сантиметра. К счастью, молодая мама успела выхватить ребенка из люльки до того момента, как произошел инцидент. Сегодня мы вновь приехали к Екатерине и к рожке Мирославе. Чтобы узнать, изменилась ли ситуация после многочисленных обращений по инстанциям и повышенного внимания прессы к последнему происшествию. Да, ничего не изменилось. Везде отказ. Квартира приватизирована. Мы ни на что не имеем права. Единственное, что нам сказали, вы можете подать в суд. Дело, скорее всего, будет проигранное. Обращались в управляющую компанию. Никаких сдвигов нет в этом деле. Никто не хочет помогать. Знают, что они неправы. По закону правы мы, но вот бесполезно. Уже у нас были следователи. Мы составили протокол. Обращение к городским властям к одному из велеречивых рязанских депутатов Госдумы и, разумеется, управляющую компанию результатов не принесли. Зато этим делом заинтересовался Следственный комитет. Со слов проживающих в данной квартире, потолок падал и раньше. При этом его ремонт был произведен с нарушением соответствующих норм и правил. Принимая во внимание, что действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Призанской области организована и проводится в настоящее время доследственная проверка. В ходе данной проверки будет дана оценка всем указанным в статье фактом, а по ее результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Так что продолжение наш прошлый репортаж получил грустное. Ничего к лучшему в квартире, где падает на детей штукатурка, не произошло. Ну а пока семья своими силами устраняет последствия инцидента. Потолок в детской теперь будет натяжной, так безопаснее. А маленькая Мирослава, по всей видимости, с самого детства начнет отмечать сразу два дня рождения.